Всем привет, друзья! Я наконец-таки решила снять это видео. У меня... Я не знаю, я очень долго откладывала, очень долго не могла. Это видео будет про мой первый раз. Он был около двух лет назад. Точное число я не помню, но это где-то было в июле 22-го года. Мне было уже 18 лет. И... Так, необычно это рассказывать, хотя мне кажется, что вот я очень... Я вот с осени хотела снять это видео. Практически год прошел. Вот. И также будут интересные факты о наших отношениях с Вовой. И... Я хочу сделать интер, где будет Вова и будет Николас. И мы с вами будем выбирать меня парня. И нам будет Вести. Сразу же вам скажу интересный факт про наши отношения с Вовой, что у нас не было секса с октября. С октября 23-го года. Сейчас конец июня 24-го года. Можно сделать вывод, что Вова со мной не из-за денег, не из-за чего-то там еще. Потому что... Некоторые люди в комментариях пишут мне, что он со мной ради какой-то выгоды или что-то типа и того. Но на самом деле это не так. На самом деле это искреннее чувство. Вот. И я это чувствую. Но единственная проблемка то, что спустя время это все приелось. И мы, можно сказать, сразу же начали жить вместе. Потому что, ну, просто не было другого варианта. Мы начали жить вместе. И сейчас я просто... Ну... Я даже вообще задумываюсь, зачем люди живут вместе? Зачем? В чем еще отношения? Зачем это все? И как бы... Я не знаю. У меня тут если что, бледно. Ну, вообще, я много всего переосмыслила. Но это очень искренняя любовь с его стороны. И... Кстати, он не захотел снимать со мной это видео. Я бы очень хотела, чтобы совместно сидеть. Но, конечно же, нет. По поводу того, что секса тогда давно не было. И вот крайний раз он тоже был не самый лучший в моей жизни. И еще у меня Воба. Воба это единственный мой сексорный партнер за всю мою жизнь. И в этом тоже как бы есть такой подвох, что... Мне всегда казалось, что дело во мне. Но по факту я не знаю. Наверное, действительно дело во мне. И... За всю мою жизнь у меня был секс, мне кажется, раз в десять. И... Только один раз был хороший. Остальное, это что-то такое странное. И на самом деле, я думаю, это как уже какой-то повод того, что в отношениях нету секса. Я не знаю, у меня просто, ну... Я не знаю, в каком момент это произошло. Но в какой-то момент я просто перестала желать в сексуальном плане Волу. И я, честно говоря, пока что не поняла, что с этим делать. Я услышала такое мнение, что, значит, у вас есть какие-то закрытые обиды, которые вы не осознаете. Я выписала более ста обид. Сожгла их. И теперь мне нужно писать у голоса благодарность ему. Но, знаете, так скучно, так нудно. Немножко с ним. Это я вот реально правду говорю. Но это просто такой человек. Он такой, он спокойный, с ним всё понятно, всё собередно. Это не тот человек, который будет веселиться. Это не тот человек, который будет чувствовать какую-то энергию. Потому что в нём я не чувствую какую-то энергию. В целом, и у меня довольно-таки не супервысокий уровень энергии. Но такой он очень высокий. Так это у Николаса. Вот сколько раз бы его не видела, у него всегда, у него всё-таки откутывается, энергия появляется. А у меня бывают такие книги, когда я просто такая, я ничего не хочу, у меня нет силы уже встать. Ну, типа, у меня реально такое бывает. И вот для меня самый главный лайфхак в том, что энергия порой приходит только в тот момент, когда ты начинаешь уже что-то делать. Не когда ты такой, типа, надо что-то делать, но я не могу, мне лень. Когда ты уже начинаешь что-то делать. В какой-то момент я поняла, что в Бобе я вижу как будто бы какого-то своего родственника. То есть это не какой-то человек для романтических отношений. Это как будто бы какой-то мой родственник. Это такой какой-то близкий человек, такой родной, с которым я не хочу расставаться. Но при этом я не чувствую чего-то такого нереального. Более двух лет отношений. И у нас скоро ещё 3 сентября будет 6 лет знакомств. То есть, типа, мы очень давно знакомы. И вообще, может быть, кто не знает, что он изначально был моим учителем. И вот в тот период мне очень много лет нравились именно мужчины. Около, ну, где-то на 10 лет старше меня. И в какой-то момент, ну, я только даже общалась с такими людьми. То есть это было моё окружение, мой круг общения. Потом мне проработали родители. Я тоже участвовала в такой проработке групповой. Причём 2 раза. Мы тоже выписывали обиды, сжигали их. Потом писали благодарности. И после этого, я не знаю, меня отпустила. Ну, я не знаю, как это так произошло. Что я перестала быть высокомерной к моим ровесникам. Считать, что они какие-то немудрые, что они тупые. Ну, на самом деле, да, действительно, очень много... Ну, вот я смотрю, допустим, на однокурсников моих знакомых. Они там... У них тут какие-то тусовки. А я никогда не была в клубах, на каких-то дискотеках, там, ещё на чём-то. Мне как-то даже это неинтересно. Мне неинтересен алкоголь. Мне неинтересна выпивка. И я не знаю, почему-то я всегда так хейтила своих ровесников и молодых людей. Ну, вот, людей, которые молодые. Я всегда считала, что я вот, я уже такого уровня нереального счастья. Я как-то более спокойно к этому отношусь. И поэтому общаюсь со своими ровесниками и не думаю о том, что они какие-то тупые. Потому что можно даже у моих ровесников найти очень мудрых, очень интересных людей. Вот такая проблемка случилась, что мне перестали нравиться взрослые. А я в отношении с человеком, который мне на 10, на 10,5 лет старше. И это очень странно, потому что мы меняемся, но при этом я понимаю, что на постоянные отношения, ну, ты должен их строить. Ты должен их строить, а не просто уходить. Каждый раз, когда тебе что-то не нравится, особенно я не могу уйти, когда вову этого не хочет. Вот я до сих пор не понимаю смыслу жить вместе. Для меня, знаете, из плюсов это то, что вся вот эта готовка, можно это как-то разделить. Потому что, когда я остаюсь одна, я могу поесть один раз за день вообще. Потому что мне просто тупо лень готовить. Когда это как бы с кем-то, то он может быть приготовить, да. А в остальном я не вижу смысла, потому что даже сейчас я снимаю видео, и у меня такую вот кровяную тему рассказываю. Я просто понимаю, что вот он там сидит, да, и он это может быть слышит. Мне это некомфортно, потому что, если бы я была сейчас одна в комнате, вообще одна в квартире, то бы я просто сейчас на полном максимум говорила. В итоге я тут закрыла дверь, чтобы меня не слушали, чтобы, ну, типа, мне было комфортно, да. И вот в этом, типа, я вот, не знаю, мне очень хорошо жить одной. Мне очень нравится это. Кстати, я вас приглашаю в комментариях пообсуждать. Может быть, у вас есть какой-то опыт по поводу того, что ты больше не хочешь человека в сексуальном плане. И в целом у меня было, ну, практически не было нормального опыта в сексе. Значит, вот первого раза. Короче, мне кажется, я понимаю, как будто бы я, вот сейчас просто уже спустя время, как будто бы я недостаточно была возбуждена. То есть я была возбуждена, но не особо сильно. Ну, то есть не супер сильно, так скажем. И, может быть, была в этом проблема. Ну, первый раз просто в тебя, тебя просто продырявили. Вот. И ты просто, знаете, чувствуешь, ну, ты не чувствуешь какого-то удовольствия, потому что мне все время до этого кто-то рассказывал, что это так приятно, что это просто ааа. В итоге что я почувствовала? Я почувствовала просто, вот знаете, если так по коже. Просто вот, ну, типа вот. Типа вот, просто вот. И при этом еще ужасно, ужасно, больно. Просто такое, ааа, что? И каждый раз, когда это происходит, до сих пор. До сих пор у меня так, что мне больно, потому что, ну, как бы, наверное, зависит также от ширины. И поэтому я всегда хотела потоньше. Ну, потоньше, но моего парня не потоньше. И после, так называемого, первого раза, там, ну, как бы, ничего не было, никакого оргазма, понятное дело. Меня просто продырявили. Вот и все. Я, конечно же, дала этому второй, третий, четвертый, пятый шанс. И каждый раз я вот так вот разочаровывалась, потому что я понимала, что я не особо что-то чувствую. То есть, типа, ожидания не сослись с реальностью. И я стала таким человеком, ну, довольно-таки закрытым к сексу. Поэтому я, как бы, можно сказать, хранила себя для этого момента. И не хотела, чтобы это у меня было с кем попало. Просто так, чтобы было. Также хочу добавить, что словом, было много очень хороших, классных моментов. Но сейчас их довольно-таки мало, потому что все очень проявилось. И насчет отношений с Николайом я поняла, что... Что вы понимали, я записывала прошлый кадр. Увидела, что Вова стоит за дверью. Меня просто-то вывесил, это мой дикий триггер. Потому что, когда я жала с водителями, то я вот всегда бесилась от того, что если мне нужно снять видео какое-то, что-то рассказать, меня дико раздражало всегда, когда кто-то либо подслушивает за дверью, либо когда кто-то проходит и слышит, что я говорю за дверью, это мой просто триггер. Поэтому я все ханула на него. Вот и про взаимоотношения с Николасом я всегда задумалась, почему у него все время все не так. Типа он такой, вот он не устраивает. Это не устраивает. Но потом я поняла, что в этом и есть сила построения взаимоотношений. В том, что если тебе что-то не нравится, то ты сразу же скажешь. Это очень хорошо, потому что на своем отношениях не так. Даже если я скажу, то как-то похер, да. В целом, так же, как мне на его мнение. Допустим, не снимай меня, мне без разницы, вот честно. Так же, как с Николасом. Мне с вами скажут, что там не укладывай это, и мне без разницы. Вот я делаю, что хочу. И в этом есть сила построения взаимоотношений, когда вы сразу же что-то обсуждаете и так далее. Да, это может быть больно, но допустим, я, короче, вообще не с Николасом перестала писать смайлики. Потому что обычно я так переписываюсь. Ну, честно, свежее я переписываюсь без смайликов. Там, слова без смайликов особо. Ну, как бы, да. Как бы сначала можно писать, а потом как-то наедает. Это он сказал, давай мы будем писать со смайликами, выберем смайлик, который, ну, будет только для нас. Я такая, вау, вот это вот классная идея. Потому что, ну, что Вова когда-то что-то такое предложил, нет. На самом деле, Николас в этом прав, что нужно пытаться сохранить хорошие эмоции, хорошие взаимоотношения всегда. Вот, и какую-то вот, знаете, искру всегда ее нужно сохранять. В общем, пишите, может быть, какие-то вопросы, обсуждения в комментариях. Вот такое получилось у меня видео. Я рассказала вкратце, потому что я даже не знаю, что рассказывать. Я была очень уверена в этом человеке, что этот человек со мной просто на всю жизнь, что это любовь всей моей жизни. Вот, но так бывает, что чувства охладевают. А что с этим делать, я не знаю. Может быть, знаете вы, напишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока.